здравствуйте дорогие друзья я доктор елена березовская и вас приветствую на своем канале youtube вы часто задаете мне вопросы как я отношусь к сбору пуповинной крови зачем это делается и вы знаете сегодня мне повезло потому что меня пригласили на экскурсию в украине один из банка пуповинной крови кстати этот банк открыт для всех то есть экскурсии открыты для всех желающих узнать больше увидеть как это кровь обрабатывается сохраняется и я расскажу несколько слов о том зачем собирают пуповинную кровь пуповинная кровь и пуповина содержат очень очень ценные клетки которые мы называем стволовыми и эти стволовые клетки это фактически начало всех других клеток они появляются в момент зачатия ребенка из них потом возникают другие клетки ткани и эти клетки можно собрать как раз сразу после рождения ребенка благодаря как раз крови которая содержится в пуповине и плаценте собирает эту кровь после перерезки пуповины поэтому это не опасно для новорожденного и после обработки эту кровь значит хранят вот специальных таких банках продолжительный период времени так может храниться и 10 и 15 и 20 и даже 100 лет зачем вообще собирает кровь почему так важны стволовые клетки скажем практической медицине потому что оказывается они имеют вот этот потенциал превращаться в другие клетки необходимые для организма применение стволовых клеток расширяется в медицине причем в разных отраслях потому что их используют при заболевании крови например при таких анемиях как фальконе как а пластические анемии талосемии сирповидно клеточной ними их используют при заболеваниях иммунной системы при заболеваниях обменных процессов а также для лечения рака то есть и в онкологии тоже начали применять эти стволовые клетки и существует уже много публикаций когда стволовые клетки используются у таких скажем привычных заболеваний как например вот диабет первого типа когда ребенку у которого как мама которого сохранила как раз кровь повинную кровь после родов возник например диабет первого типа и конечно же применение стволовых клеток оказалось успешным есть публикации когда стволовые клетки используют для лечения трофических язв тоже у диабетчиков и много других публикаций это кстати та область которая сейчас интенсивно изучается и в мире существует несколько таких серьезных клинических исследований по применению стволовых клеток для лечения заболеваний печени для лечения дегенеративных процессов то есть старческих изменений и плюс изменений при повреждении тканей что бывает довольно часто по разным причинам я еще раз повторю что применение стволовых клеток возможно не только для ребенка который даже станет там будущем взрослым но и для других людей даже не членов семьи то есть не имеющих родственных отношений с таким ребенком и в этом как раз огромнейший потенциал и сила применение этих важных неповторимых интересных клеток человеческого организма больше информации на тему пуповинной крови и охранение вы можете узнать из моих публикаций а также под этим видео приведена ссылка банка пуповинной крови которые можете посетить в любое время бесплатно и узнать также больше информации как хранится пуповинная кровь если у вас вопросы задавайте огромное спасибо за внимание до следующих встреч